Что бы ни происходило вот здесь на поверхности, какие бы замечательные вещи порой не случались здесь, какие бы отношения чудесные не были, какие бы не были достижения и вообще какие-то такие значимые вещи, но это никогда не принесет нам настоящего глубокого удовлетворения. Потому что, во-первых, они временны, они недолговечны. Все вещи, которые творятся на поверхности. Во-вторых, они несовершенны. И с этим мы ничего поделать не можем. Я думаю, что Господь специально все это задумал, друзья мои, всю эту неразбериху, все это несовершенство для того, чтобы мы не хотели тут оставаться, не хотели оставаться только на поверхности, но нас выталкивало куда-то глубже, на другой уровень. Вы понимаете, вот эта вся суета бытовая, наши повседневные какие-то нестыковки, расстройства и также серьезные трагедии и серьезные проблемы, все это толкает нас вглубь. А на поверхности, если мы будем долго на поверхности, мы что имеем? Эмоциональную боль, саможалость, разочарование, зависть, обиды, ненависть, претензии. Вот если чувствуете, что у вас переполняет что-то внутри вот такое, значит вы на поверхности, друзья мои, и нужно что-то с этим делать. Апостол Павел, например, пишет в 1 Коринфянам 7 глава, 29-32 стих, по переводу современному я возьму, такие слова. Я вот что, братья, имею в виду. Время не остается в обрез, и надо, чтобы те, у кого есть жены, жили так, словно не женаты. Те, которые плачут, словно не плачут. Те, которые счастливы, словно несчастливы. Кто что-то приобретает, словно ничем не владеет. И тому, кто занят земными делами, не надо в них целиком погружаться, потому что мир в его нынешнем облике уходит безвозвратно. И мне хочется, чтобы вы ничем не были озабочены. Вот, дорогие братья, вот я сейчас именно к вам обращаюсь. Вот не думайте, что эти слова, да, пусть женатые будут как будто не женатые. Не думайте, что эти слова обращены, ну, про то, что нужно теперь с чистой совестью махнуть на свою семью рукой, забросить ее и почувствовать себя полностью свободным от всех семейных обязательств. Что жена пристает там, ну, удели мне внимание, удели мне внимание, ну, сходи куда-нибудь с ребенком, ну, давайте в отпуск съездим. А ты говоришь, нет, мне апостол Павел не разрешает. Вот, хорошая отговорка, правда? На самом деле, наш эгоизм, наша плоть, вот, заставляет нас так себя вести. Но про что же это место? А место это про то, что ничто в жизни нельзя ставить на главное место. То есть от нашего человека, какие-то дела другие, вот все что угодно, если ты поставишь это на место Бога, ты будешь на поверхности. Ты будешь, будешь просто, ну, никуда больше уже не сможешь пройти. И вот со всей страстью своей души, со всей вот этой вот какой-то, не надо погружаться в свои семейные там проблемы или в свое семейное счастье даже. Вы понимаете? Вот это должно быть все на своем месте. Про это Павел и пишет. Не погружайтесь целиком в земные дела. Потому что все это пройдет, как можно вкладываться целиком в то, что скоро пройдет, что такое недолговечное. И вы знаете, мир-то он, вот мир и все вот эти земные дела, они ведь не стоят тихонько в сторонке, они агрессивно на нас нападают. Вы понимаете? Они претендуют на нас. Они хотят нами завладеть. Они просто нас затягивают, как болото. И нам бы из этого вообще никогда не выбраться, если бы не вторая составляющая нашей натуры – это Мария. Здесь, конечно, исторически были две женщины. Но я считаю, урок этого глубокого места, этой евангельской истории в том, что и Марфа, и Мария – это две стороны нашей натуры. Вы знаете, что Евангелие говорит? Не хлебом единым жив человек. Вот не можем мы быть живы единым вот этим хлебом, каким-то потребительством, каким-то шопингом. Все, что нам вот этот мир, развлечениями, все, что он нам предлагает, нам это не может быть настоящим удовлетворением. Потому что Бог нас так создал. Мы глубокие. У нас есть вот это все – измерение. И мы должны сюда погружаться. Мы должны здесь соединяться с Господом. Невозможно соединиться с Господом, когда ты носишься тут на поверхности. Мы должны погружаться. Мы должны сознательно идти в это и там встречаться с Господом и переживать с Ним единство. Как же это сделать? Какой есть путь? Продолжение следует... Продолжение следует...